Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 13 января, сейчас расскажу вам последнее видео о томатах, о рассаде на продажу. Перед этим я рассказала, какие сорта лучше выбрать, если вы только хотите начать, если вы хотите первый год провести как без ущерба, без всяких потерь, что именно надо выбирать только толстоногие и низкорослые, чтобы у вас не было полегания рассады, перерастания, вытягивания. Но все-таки это еще зависит и от дат. Так все-таки, вот какие даты посева точные? Я сейчас расскажу о себе. Я живу в сибирском регионе, город Биск. У нас очень сложные условия, и если мы посеем рано, но высадить нам будет некуда, то рассада перерастает. Поэтому я вот выдерживаю строго сроки для выращивания в тоннелях рассады, но замечу, там у меня только толстоногая и только низкорослая. Опять же, напомню почему, потому что высокорослая, она может вырасти до пленки, верхушки сгорят, если еще рано будет открывать. И вот там только низкорослая. Высаживаю там 6 сортов. Демидов, Настенька, Петруша, Госпожа Удача, Алтайский сюрприз и... Ну, не важно, все вот такие одинаковые, я уже что-то запуталась сегодня. Их высаживаю я 15 марта. Вот, с 15 по 25 марта все 10 дней, с утра до вечера, я сижу, раскладываю семена. Я сею, сею, сею и сею. Мне нужно посеять их все в один срок, ну, в течение недели желательно. Почему? Для того, чтобы рассада была вся равномерная, потому что их потом, опять же, в один срок высадить нужно в тоннель и сразу закрыть. Если одна будет больше, другая будет меньше, это будет плохо, она будет расти неравномерно. Нам нужно, чтобы рассада была, выросла вот так вот, как под гребенку одинаковая, чтобы они друг друга не мешали, не закрывали, иначе большие будут забивать маленьких. Все, с 15 по 25 там, ну, стараясь как можно быстрее сеять. Я иногда сею так, я показывала в том году, я просто раскладываю семена, вот, с утра до вечера раскладываю, раскладываю, раскладываю. Потом в один день их все смачиваю бороздки, закрываю землей. У меня получается один день посева. Несколько тысяч семян, один день посева. Они все одновременно вылазят потом из земли, и все одновременно я их потом стараюсь высаживать тоже так вот. Это для тоннелей. Для тоннелей всегда сажу раньше, потому что я их потом высаживаю в холодные условия, и там они редко когда перерастают, там им нужен более длительный период роста, потому что они пока там укоренятся, будет холодно, они долго-долго-долго сидят в одной паре, и вот маленькие такие, потом наступает тепло, и они быстро-быстро разрастаются. Для теплиц так рано садить нельзя, если выращиваем рассаду в теплице, потому что посеянная 15 марта, через месяц ее надо высаживать, 15 апреля, представьте, она к 15 мая будет уже полчеловека ростом и зацветет. Это будет полноценная цветущая рассада, при малейшем ветерке, при малейшем неудачном поливе она завалится. Поэтому для теплицы я всегда высаживаю в конце марта на две недели позже, чем для тоннелей. Если для тоннелей 15 марта я уже сажусь сеять, то в теплицу, ну это после многих проб и ошибок, после некоторых лет, двух лет неудачного опыта, когда рано я садила 15 марта, когда она у меня зацветала и падала и прирастала к земле, я поняла, что раньше 25-30 марта, а иногда и 1 апреля, для теплицы я не сею томаты, особенно высокоруслые, вот такие, которые не толстоногие, а которые могут вытянуться. Сею 25 марта, 30 марта или даже 1 апреля. И вот апрель месяц они просидят в лотке, с 1 мая я их высаживаю, 1, 2, 3 мая, месяц они еще сидят у меня в теплице, и с конца мая у нас начинается в сибирском регионе вот эта вот продажа, высадка, конец мая, 25 мая в теплице, из-за того, что там более комфортные условия, чем в тоннелях, они догоняют и перегоняют ту рассаду, которую я сеяла 15 марта для тоннелей, она полноценная, уже зацветает рассада, а так как мы высаживаем некоторые многие и 10 июня, к 10 июня она вообще уже вот такая в палец толщиной, вот в большой палец, она толстая, как дерево, все. Раньше конца марта для теплиц, если выращивать не в тоннеле, а в теплице, не сейте, пожалуйста. Можете потерять рассаду. Из-за того, что вы побеспокоитесь, пораньше посеете, подумаете, что это лучше, получится хуже. Переросшая рассада еще хуже, чем недоросшая. Потому что недоросшую нужно оставить на последнюю очередь, у нас вот начинают как с 5 июня, 10 июня, некоторые 15 июня, даже 20 высаживают, и та, которая не доросла, она как раз дорастает, и она как раз вот в таком состоянии, хорошее, уже тепло она крепнет, но с переросшей рассадой вы уже ничего не сделаете. Никто не хочет высаживать лежа, никто ее не купит. Все, вот эти такие маленькие нюансы, которыми я хочу с вами поделиться, я хочу от всей души, чтобы многие научились. И люди, когда вот особенно выходят на пенсию, если нечем заняться, и бывает у человека такой переломный момент, он начинает чувствовать себя ненужным, заняться нечем, работа закончилась, внуки уже взрослые обычно в это время, дети уже, может быть, живут отдельно. Человек, чтобы не был потерян, начните чем-то заниматься. Вот это очень увлекательно. Но вы один раз вот позанимаетесь, особенно после того, как вы получите первую свою награду за свой труд, первые деньги сможете купить своим тем же внукам, детям, какой-то подарок, они удивятся, откуда это у вас столько денег, а вы скажете, а вот, у меня теперь есть источник дохода, это мой агаут. До свидания, желаю всем успеха в этом нелегком, но таком увлекательном деле.